Мы сейчас проводим профилактические мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения, особенно с перевозчиками пассажиров. Хочу бы там вручить вот такую вот листовочку, чтобы вы не забывали, что жизнь бесценна. Не отвлекайтесь, пожалуйста, за рулем, будьте внимательны, счастливого вам пути. Утро сотрудников госавтоинспекции начинается с проведения разъяснительных бесед с водителями не только частных автомобилей, но и автобусов, маршруток, такси. Рейды проходят в рамках программы «Курорт-2019» с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий. В рамках рейдовых мероприятий сотрудниками полиции пристальное внимание уделяется пассажирским перевозкам, проверяется путевая документация, режим труда и отдыха водителей. Именно водители несут ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров. Сочинцы и гости города уверены, такие проверки надо проводить чаще. Чем будет чаще эта проверка, тем будет комфортнее пассажирам ездить на этом автобусе. В данном случае я довольна. Но как бы комфортно себя не чувствовали пассажиры внутри автобуса, нарушения все-таки были обнаружены. Водитель, по его словам, оставил страховку дома. Вы должны перед рейсом проверить наличие документации, водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, договор ОСАГО. На водителя составлено постановление об административном нарушении. Если он нарушит правила еще раз, инспектор обещал, будут приняты более жесткие меры. Пресекать нарушения могут не только инспекторы, но и сами пассажиры. Зачастую причиной ДТП становится банальная ситуация. Водитель отвлекся на телефон. Глава Сочи Анатолий Пахомов на этой неделе потребовал проводить регулярные инструктажи с водителями. Также в Сочи работает горячая линия. Телефон вы видите сейчас на экране. На этот номер можно отправить СМС или сообщение в АЦАПе. Обязательно укажите госномер автобуса, чтобы руководство смогло выявить нарушителя и принять меры. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.